Герой достаточно неприятный и достаточно сильный в это иметь. Ну, против той же ДП Вайпер улыбается. Улыбается в первую очередь за счет своей пассивочки. ДП-шика имеет Крипсварм, ДП-шика имеет Сифоны. Все это носит большое количество магического урона. И тут выходит Вайпер с Корозив Хейз. Или по-другому, подожди. Нейротоксин. Да, нет, нет, не, Нейротоксин это второй спелл. Я не помню, как третий называется. Ну, не суть. Корозив Скин. А, Корозив Скин, вот. Не Корозив Хейз, это у Слардера Корозив Хейз, а у него Корозив Скин. Хорошо. Ну, пока более-менее. То есть не так печально, как в прошлых играх, но и не так хорошо. Не так хорошо только потому, что Найкс, опять же, появился в пике слишком рано. При этом у Кингдра в очередной раз большие проблемы с Ауе. И прямо сейчас им можно подбанить какого-нибудь иллюзиониста. Ну, они уже двух забанили. И забанили Бруду. Ласт пик у Джи, но здесь большое пространство, на самом деле, мы видим у Кингдры. Им, правда, остается герой на тройку. Опять ласт пик будет у Бамбу. Но все же универсальный вот этот Лайфстиллер через Радиенс, на мой взгляд, он может здесь повоевать практически с любым героем, которого сейчас могут взять. Опять же, не хватает героя вообще, по идее, для Ноутейла. Хотя Дес Профит могут отдать как раз-таки ему, чтобы Резоль играл уже на ультимативном персонаже. Забирают, забанили Вивера, персонажа, который мог убегать от Лайфстиллера. Но баны выглядят неплохо. Бруда, Лансер, Террор Блейд, Вивер — это хоть что-то. Интересно, что заберут. Какой-то Урсач может быть неплохо против Лайфстиллера, но Урсачу может быть очень тяжело против Наги, Сирены и Вайпера. И сейчас нужно у Джи хорошенечко подумать над Ласт пиком. Для начала посмотреть для Кингдры. Нужна МФС-бомба, нужен врыв, нужна агрессия. Пак в бане, Бэтрайдер в бане. Да, и Баунти Хантер тоже в бане. Сэн Кинг. Вариант. Бейс Мастер тоже вариант. Сэн Кинг будет неплохо хотя бы в том плане, что будет дополнительный стан. Потому что сейчас какой-нибудь герой, который, опять же, боится только станов. А у тебя, извините, в команде Тили Кинес и Сетка Наги. Стан обязательно нужен. Бист хорош тем, что можно использовать инфест на всяких птичек и кабанов. Ну и, конечно, пробивает Блэкинг Бар. Слушай, да, мне нравится Бист больше всего. Это хотя бы такая уверенность в лейд. Там сэйва нет. Там нет сэйва. Интересно. Оффлейн Нага? Или Кэрри Нага? Кэрри Нага? Да, Кэрри Нага, наверное. Кэрри Нага, оффлейн, лайфстиллер какой-нибудь, вайпер в миде. Ну, лайфстиллер в дабле, там, в трепле. Многоходовочка. Попытка законтрить ДП Айс Бластом. Больше причин не вижу для... Здесь до ласт пика пока что я вижу... Сейчас посмотрим ласт пик. Иллюзионист. Добро пожаловать. Ну, здесь в лейте я вижу шансы у Наги, если она выформит свои артефакты. Но, опять же, это... Только она идет в сложную. Да, это оффлейн, ага. То есть они забанили... Кого они там забанили? ТБ забанили. Лансером. Лансера забанили. Но вот Хаос Найт и еще одного иллюзиониста не забанили. И в очередной раз иллюзионист месит весь пик. Ну, скажем так, ЦК это необычный иллюзионист. Если Террор Блейд, Лансер, они достаточно долго набирают свою форму и сильны в лейте. И не обладают все-таки вот настолько взрывным уроном. Хотя Террор Блейд тоже способен много урона в секунду нанести. То ЦК это парень, который буквально с двумя артами способен вырубать вообще все живое. Все, что движется. Рифт, удар, стан. И падает практически любой герой, кроме лайфстиллера. А с появлением высокого уровня падает лайфстиллер. Ну, посмотрим, как сыграет у нас Нага. Для чего она тут вообще была взята. Как будут комбинировать это все дело. Как покажет себя канцл на миде, на вайпере. Ну, как-то получилось все прохладно. То есть, во-первых, нету супермощной комбинации подсон. Там, например, какой-нибудь Энигмы. Там, может быть, какого-то Дизраптора или кого-то еще. И, во-вторых, нету инфест-бомбы. То есть, сейчас у Кингдера просто хорошие герои и все. Ну, и еще Appareition напрягает Death Profit ультимейтом. Все, что есть у Кингдера. Как ты сказал, прохладный пик. Прохладный. Так, у нас, судя по всему, стандартная пауза в начале. Потому что у лошади Хаус Найта глаза вылезают на лоб. Это значит, что Кингдере опять нужно немножечко... Вот почему-то именно в играх с ними количество пауз, оно максимально велико. Ну, такая катка на расслабоне. Там привезли пиццу, надо расплатиться с курьером. Надо поставить паузу. Другие команды крайне редко это делают, стоит отметить. 3-0 или не 3-0? Вот в чем вопрос. 3-0. 3-0. Ну, по пику легчайшие 3-0. Не, ну, конечно, есть вариант такой, что Нага с оффлейной расфармится прям очень-очень-очень сильно. И вот тогда уже какие-то шансы появляются. Ну, давай так. Относительно второй игры и драфта там. Лучше. Намного лучше. Намного лучше. Относительно первой. Тоже лучше. Хорошо. В первой на самом деле тоже шансов у них не было на победу. То есть они, вот если бы не захватили такое большое преимущество, они бы слили очень быстро. Так же, как и в второй игре. Но они, имея такое большое преимущество, они быстренько нафидили и все. Out of 0. Быстренько нафидить они тоже любят. Они умеют, да. Так что сейчас еще более-менее. Сейчас хоть какие-то возможности, хоть какие-то шансы в это гейме есть. Но в этом случае, возможно, на Иксу вместо Рейдинанса придется фармить дефолтный армлет. Потому что Рейдинанс потенциально может нафармить Нага Сирену. Во-первых, да. Во-вторых, все-таки чем-то надо убивать СК, чем-то надо убивать Деспрофит. А для этого нужен именно демедж в соло-таргет. Пусть у Хаус Найта есть иллюзии, но если ты будешь убивать его иллюзии, это, конечно, здорово. Они прочнее, чем другие иллюзии. Они прочные. И, в принципе, этим скорее должны заниматься другие персонажи. Должен залетать какой-то Айс Бласт, Фейт Болт и просто находить настоящего, вгрызаться в него. По-другому урона может не хватить. А он нажимает БКБ. И все. Ну, иллюзии-то не нажмут БКБ. Да. Вайвстиллеру, в принципе, все равно. Нажимают БКБ. Но иллюзии не умрут от Айс Бласт. Да, это тоже проблема в том, что АУЕшной магии маловато. Нет даже какого-то в перспективе там... Сон Кинга. Сон Кинга Джекирос какой-нибудь, который может хотя бы положить Макропиру и с высоким уровнем, с хорошими артефактами даже в лейте может наказывать. Здесь, конечно, ЦК очень хороший выбор. Это действительно тот ласт пик, который должен быть не как... Не как Скайрос Мак против Фантома Исера. Да, да, не как Скайрос Мак, не как там Бруда против Легионки. Это хороший ласт пик, уверенный. Закончить эту карту и закончить для себя кошмар под названием День Сурка в квалификациях для OG. Получить перерыв, посмотреть на ESL. Квау готовится, поготовится к ближайшим ланам. Да, у нас, напомню, после вот этих квалификаций, буквально пару дней перерыва, потом мейджор. И сразу после мейджора на следующий день начинаются квалификации в СНГ. Самое интересное для нас. Квалификации в СНГ на эпицентр, я имею в виду. Ну и также еще китайская квала, насколько я понимаю, там она, я не знаю, анонсирована ли участники до сих пор. Там очень все... Они там сами разберутся. Да, но они там... Они любят все брать в свои руки. Давайте смотреть, что по бунтосам. Больно, Чарли. Да, Чарли очень сильно пробивают здесь. Ну и есть рейдж. Есть рейдж. Минус сласка. Он вступает. Тем временем забирает джабс две баунти руны. Ну и также две баунти руны достаются OG. Нормально. Пойдет. Ну а бодиблок... Как-то бодиблок у мидера команды Кингдера не вышел. Канцел будет стоять против Биг Дэдди. Все-таки для Резоля ЦК. Ну, как я и говорил, Резоль, он играет скорее на первой позиции. То есть даже вот этот инвокер, он фактически должен был являться основной ударной силой. Просто Резолюшн ужасно отыграл. Вначале Курьер. Курьер близок к тому, чтобы умереть. Джераксу не хватило урона. В общем, там, конечно, получилось так, что Ноутейл разобрался по итогам. Но вообще такого не должно было происходить. Заходит под вышку. Но здесь нужно максимально аккуратно играть. Потому что все-таки Канцел будет плевать своим ядом. Да, и так вот харасит. Харасит Ноутейла. На нижней линии у нас стоит Тинни против Наги. Оффлейновой. Давненько не было видно этого персонажа в качестве Кора. Так, вот разминает Тиннику, у которого нету маны. Неприятно. Тинни слишком опасен. Берет дерево и харасит миличника. Дерево стоит 20 маны. Он по кулдауну будет делать. Как много крипов здесь. Да. И Наги не справится под вышкой против такого количества крипов. То есть они забегут, и они просто разобьют ее лицо. Почему там три пачки? Кэнсел тем временем. Нападение на Биг Дэди. Но кажется, Кэнселу не дали забрать третий Ферст Блад в этой серии. Пока что у него было два Ферст Блада в двух играх. Но засчитаем ему этот Ферст Блад. Скажем так, он получил ассист. В любом случае, третий ФБ от Кингдры. ОДЖИ, что-то нужно делать с началом. Потому что, конечно, они красавцы. Они очень уверенно проводят мидгейм и лейтгейм. Но начало у них постоянно какие-то заливки. И крайне неудачная игра получается. Джеракс ворует руну богатства. Пошли какие-то сканы у нас. Начинаются первые движения. Все очень хорошо у Тинни и у Хаос Найта. Лайфстиллер проседает. Проседает также Вайпер. И Нага Сирена тоже проседает. Да, в этом плане начало здесь даже получается в порядке. А то я так завел какую-то речь, даже не посмотрев толком на Крепстата. Да, ну и вот сейчас будет уже один-один по фрагам. Шикарный камень по двум героям. Лайфстиллер боится подходить. Лайфстиллер. Боже ты мой. Просто побежал, но получал урона. Не хватает урона, не хватает лайфстила для того, чтобы разбираться. Нужно сделать еще один удар. Манга, но получает Хаос Болт. Ну, Джеракс батя. Да, Джеракс сыграл идеально в этой ситуации. На 100%. Ну и что? И несмотря на отданный Ферстблат, два фрага забирают OG. Видимо, они поняли, что нужно начало подтягивать. И в этой игре как раз таки, в отличие от предыдущих двух, пока что все очень здорово. И Джеракс создается нейтралу. Но это чтобы быстрее вернуться. Несмотря на то, что 20 секунд респауниться, все равно это быстрее. Быстрее. На первых лвелах работает нормально. Нага и Сирена покупают с Оринг и как-то пытаются вывести крипов. То есть в очередной раз у нас Тинни получает по лицу. Нага старается вывести крипов по движечку. Ну и решение неплохое. Только потому что у Тинни мало брони, в отличие от Наги. И Тинни в любом случае получает больше урон от крипов, чем та же Нага Сирена. Но Тинни хитрее действует. Тинни берет крипов, вводит их. Ну так, хиден ранит, с пылами раскидывает. И в общем-то нормально получается. Хотя у Бамбу хороший фарм, скорость фарма у него нормальная. Просто он сильно бросил вначале, потому что очень много в принципе неубитых было. Так, на развороте. Стан залетает. Джеракс, колд фит. И Джеракс должен погибать. Три секунды. И отдается на нейтралах. А хорошо получилось. И на экс хотел. Пытается, пытается бежать. В итоге Саввух танцует. Стан. Две секунды. Как же проперлось сейчас на эти три секунды. В итоге забирают лайфстилера. Джеракс второй раз отдается на нейтралах. Не дает золота. Очень хорошо. Очень хорошо для Джеракса. И как мы видим, счет остается 3-1. Ну что? Ну что, ждем вылазки в центр. Вайпер берет шестой и убивает Деспрофит. Но он пока четвертый. У вас в чем проблема? Можно и на пятом. Пятый. Там замедление имеется. Коррозия скин также присутствует. Саппорт хороший для убийства Деспрофит. Там Рубик подошел, закинул. Но тут же кликает на Тейл. Да, он читает. Да, он понимает, где Рубик. Понимает, где он находится. Ну, пока что все хорошо только у Наги и у Вайпера. Лайфстилер, несмотря на нормальный крипстат, проседает все-таки на линии. И с ЦК тяжеловато, потому что у Лайфстилера очень мало брони в начале. Так, нашли Рубика. Сейчас будет стан. Нет, не стали станеть. Просто отпустили. Тиня тем временем харасит Нагу. Но Нага опять будет выводить крипов. Здесь все неизменно. Сверху нападение на Лайфстилера. Или просто его там гоняют. Какая-то заваруха опять в лесах. Да, глимсуют и должны забирать. Джеракс просто сразу делает телепорт. Телепорт на центральную линию, где был выход на Деспрофит. Но, судя по всему, Деспрофит абсолютно никаких проблем. Раскиданы сифоны. Еще одна тычка. 5-1. Ну, мясо. Умирает. Умирает интрига. Да, Тиня, в свою очередь, получает шестой уровень на линии. Теперь харас с Поленом будет намного эффективнее. Нага Сирена уже не может так вот наглой подходить. И дебят крипчиков. И Тиня потихонечку захватывает преимущество на нижней линии. Да, ну и Джеракс. Шикарнейший роминг. Забрал руну. Забрал баунти. Да, покатился в нагу, нагу вернулось, но забрал руну тоже нормально. В итоге забирает вообще все. Опять этот земель, которого стараются не отдавать зачастую, но иногда пробуют. Герой, который как раз таки и создан для этого стартового роуминга, буквально с первых левелов. Продолжает носиться по вражеским лесам. Уже две тысячи преимущества OG. Но мы продолжаем смотреть. Конечно, все еще впереди. Конечно, выходы и драки в мидгейме могут много изменить. Какой-то сентри. Ну вот очень неуверенно действует. Пошли вперед, поставили сентри, что-то замялись в миде. Там лайфстиллер получает по голове тем временем. От Хаос Найт. Заходит в спину, видит Дисраптора. Ну, боятся. Не хотят, не хотят убивать Дисраптора. Дисраптора третьего уровня и получит ребята маловато, но придется. То есть придется выходить. Сразу же Дисраптор все понимает. Хаос Найт прыгает на Наикса и зря. И Наикс доволен. Пытаются, пытаются убить ЦК. У него есть шестой, но, судя по всему, нет ульта. Хотя здесь помощь. Помощь для Резолюшн. Буквально еще один удар все-таки забирают Резоли. Должен быть размен на Рубика, но здесь надо. И размена на Рубика не будет. Более того, погибает Эрспирит. Неплохой размен, но в миде погиб Вайпер. Причем погиб в соло от Диспрофит. Неприятные новости для него. Но в целом все равно хорошо. Хаос Найт, это была главная цель. Его забрали, забрали еще одного. Никого не потеряли на верхней линии. Хаос Найт переоценил свои возможности. Зря он прям вот так вот ворвался в Наикса, учитывая, что два саппорта заходили в спину и были готовы нападать. И лучше всего, если, допустим, идет замес 3 на 3, то оптимальнее всего убивать Аппарэщен и Рубика только потом в конце дожимать Наикса. Ну здесь так не сразу поняли, что выход спины очень удачный все-таки получился. Нага начинает ромить, и мы видим, что это будет Нага через Рейденс. Джеракс. Мы перехвалили его немного. Сейчас очень удачно подставляется. Просто подождали его здесь. Нага будет играть через Рейденс. Нага с Рейденсом — это сплитпуш, это много фарма. Это фактически будет герой... Ну вообще первая позиция получается. Здесь Лайфстиллер и Вайпер — герои поддержки, получается, для нее. Она будет выносить основные слоты. Основной импакт в игру — сплит. Падает нижняя вышка. Но правда вот эти вот фраги обернулись тем, что Тинни в соло забрал вышку. Тинни очень скоро купит себе либо Блинк, либо Шадоу Блэйд. И вот в этот момент... Начнется. Да, в этот момент начнется самое интересное. Это анти-сплитпуш, герой такой, который будет постоянно бегать, не давать Наге ничего зафармить. И другим героям видят ЦК. Так, Нага тут иллюзиями своими развлекает. А что за раскачка у Наги? Можно нам показать? А то я как-то... Рептайт наверняка замакшен, да. Ну вот интересно, что дальше. Сейчас-то понятно, что так. Иллюзии на фарм. Иллюзии должен быть раскачивать. Ну хотя здесь понятно. Иногда просто делают это, как правило, касается Наги с легкой. Там вообще иллюзии макшены, потом рептайт идет. Сетку вообще не качается, он не качает. Но здесь немножко другая ситуация. И еще нужно взять Аркейн Булс. Тапочки нужны. То, что она бегает, у нее маны мало. А вначале фактически весь ее фарм зависит от иллюзий и от рептайда. То есть несмотря на Солд Ринг. Но вообще это неплохо, потому что Аркан Ботинки потом можно разобрать в Ахтарин. Да. В будущем. И все будет замечательно. Так просто быстрее фармит. Немного о том, почему Нага Сирена сейчас не в мете и вообще, вот почему она вышла из меты. Бесконечные фиксы иллюзий, которые теперь очень плохо ломают здания. Плюс золото за иллюзии, которые постоянно апают. И здесь реально Нага неплохо может нафидить этими иллюзиями. В отличие от ЦК, который разок ультанул, там даже подфидил, если иллюзиями, то это не так сильно. То Нага постоянно их посылает всю игру и суммарно может отдать много. Выход на Тине. Хороший выход. Могут сбить сейчас ему тайминг. Да. Сбивают ему тайминг Блинк Даггера. По-моему, он не успел купить. А тем временем Флай, который может сейчас подцепить Нагу Сирену, нужно только увидеть. Но Нага видит его. Нага жмет сон. Хорошая игра сейчас. И просто спокойно уходит. Правда, как-то не уверенно он ушел. Нет, хорошо спрятался. Да, круто сыграл. Потянул максимум времени. Идет перетяжка. Куда перетяжка? Не понял я, куда телепортировался, честно говоря. На центр. А, на центр все-таки ушел. Ну и меняются вышками. Здесь нижний тавр будет падать. OG все устраивает. OG чуточку быстрее ломает вышки. При этом OG прямо сейчас будет экзорцизм у Дэс Профит. И тут тем временем Сфор нападает на аппарашн и забирает в соло. Кстати, смотри, он выбрал билд, взял себе барабанщики. А лайфстилер будет брать мидас. Ну то есть решают сыграть максимально жадно. В этот момент идет выход на мид. Пытался прилететь туда вайпер, но ему сбивают ТП. И теперь Дэс Профит может ничего не бояться. Это не значит, правда, что можно от вышки получать орехи. ХП-то заканчивается. И мана заканчивается. Но здесь вряд ли удастся пропушить в этот заход. Побить вышку. Побить, да. Побить получается. И сейчас восстановит себя ХП. Барабаны появляются также у Хаус Найт. Барабаны на ЦК, барабаны на Тинни. Все барабанят. Нага Топ Нетворс в команде Дайер. Делает манту Резоль. Да, и манта здесь хорошо, потому что иллюзии слабо пробиваются. Манта здорово. Бывает, что, конечно, манта — это лишний фит. Но, скорее всего, к появлению Блинк Даггера у Тинни Сакра Трелекта уж точно должен быть у Наги Сирены. Не говорю про Радианс. Все-таки все зависит от того, как Нага будет играть. Но, тем не менее. Кстати говоря, к слову о новом патче, я вообще не видел стаков в этих сериях. То есть ни у одной команды. Хотя в одной из игр у нас был Тинкер. И сделать под него кучу стаков, потом зафармить их — это было бы не лишним, скажем так. Лейнс, ребятки. Лейнс. Ну, как-то да. То есть даже не сказать, что там не было возможности. OG может быть. OG играли немножко по-другому. Они более активно играли. А вот Кингдри в первой игре, как минимум, стоило подумать. Канцелы видят. Канцелы сейчас будут убивать. Заходят к нему. Он не понимает. Ну, теперь он все понимает, конечно. Но теперь уже поздновато. Да, добили. Минус канцел. Знают теперь, что... Могут догадаться, что стоит там вард. Попробовать его раздевардить. А Резоль пытается поймать, может быть, лайфстилера. Или просто прячется от него в лесах. Нет, скорее просто спрятался. Там с топориком. Надежно отступаешь, чтобы ни в коем случае не встрять. Видели сейчас, как Дисраптор заходил и будет ставить варды. Поэтому сейчас... Да, он может погибнуть. Хороший камень, конечно. Но сеточка работает. В итоге колд фит. Подходит Рубик. Наги отдают фраг. Да, и тем самым еще и вард спалил, если он его поставил. Да, вард тоже спален. Вообще сейчас Кингдра в хорошей позиции. С той точки зрения, что они могут разбить все варды, которые есть у OG. Они были осведомлены и о том, и о другом. Но у Сакрот вот уже не за горами. Конечно, немножечко потеряли темп у OG. Пошла ульта на топ. Выход на ЦК. Но ульта залетает в никуда. И выхода никакого не будет. ЦК берет атрибуты. На лейт, скорее. На супер лейт. То есть не будет у него мувспида дополнительного. Но он собирает себе барабаны. Собирает Яшу. Это и есть его мувспид. Которого должно хватить. Теренеум снизу. С фор настоялся. И потихоньку отправляется забирать руны. Забрал руну номер раз. Забрал руну номер два. И там блинк очень скоро появится. По пути может попробовать зайти в центр. Ну идет. Идет. Главное, правда, зайти удачно. Потому что если зайдет неудачно, то потеряет. Здесь попытка спушить линию. Деспрофит. Очень хорошо. Обратите внимание, но Тейл вышел. Он в тене скастовал свой ультимейт. Для того, чтобы Рубик его не своровал. Ну и, собственно, Рубика тоже забирают. Удачно вышли. Забирают вышку. Забирают Рубика. Можно попушить Тер-2. Очень аккуратно, ненавязчиво. Буквально пару тычек дать. Или просто отойти. Нет, оттягиваются. Оттягиваются. Попытались кого-то поискать. Никого нет. Стаков нет. Никого здесь не найти. ЦК фармит вражеских хэншинтов. Ну так, хороший мап-контроль демонстрируют. Но против Наггета это, в общем-то, тяжеловато сделать. Покатил Сёрр Спирит, но это только иллюзия. Дополнительный фарм. Летит Рубик. Ловит его. Пошел Сифон. Нажимается Шрайн. Могут попытаться не отпустить. Но Джеракс, конечно, здорово играет. Он максимально дизейблет. Максимально отвлекает на себя внимание. В итоге Ну Тейл с Юлом. Не догнать его. Он спокойно убегает. Ну так вот подцепили одного героя. Ну в спид берет тем временем Нага Сирена. И у нее уже совсем-совсем близко Радианс. Сакрот имеется по золоту. 4-100. Очень быстро начинает фармить, конечно. Третья иллюзия. Хотя вот обходится без маны. Удивительно, что нет ни Аквилы, ни Аркан Ботинок. Только Солд Ринг. Очень жадный билд. Возможно, имея Арканы, она бы зафармила даже чуть быстрее или с таким же таймингом. Но Нетворста суммарно и повысился бы, если бы у нее были Арканы и Радианс. Но ему виднее. И в будущем быстрый Акторин. Да. Быстрее. Скажем так, тайминг Акторина и Радианса был бы гораздо выше. Потому что я периодически смотрю, он бегает на базу. И вот у него опять сейчас маны нет, опять половина, опять на базу бежать. С Арканами тоже пришлось бы бегать, но гораздо реже. Хотя вот Радианс уже есть, и дальше будет попроще. Тайминг 18-19 минута. Нормальный. Вполне устраивает, скажем так. Но у Джи ждут. Все еще ждут. А, уже не ждут. Уже вот он, Блинк Даггер, и делается Шадо Блэйд для СФО. И СФО, конечно, в потрясающей форме находится. Очень много делает вот этой инициаторской работы. Бегать не по карте, фрагов. Мастер по развлечениям. Да, и не только на Бримастере. Выход в мид. Дисраптор стоит в очень опасной позиции. Ну что, на него не хотят вылетать? Нет, не хотят. Да, кстати говоря, про экономику. Стоит упомянуть, что есть еще и медасик на Лайфстиллере. То есть Нага Сирена Радианс, медасик на Лайфстиллере. Ну, здесь какой-то совсем не какущий выход на Флая. Он просто уходит пешком. Это все подводит нас к тому, что с такими артефактами, с Радиансом и медасом, можно даже в фарме меньше выносить больше. Имея меньший мап-контроль. Ну, в один момент иллюзии Наги будут фармить в среднем, там, одну треть или, может быть, даже половину карты. И остановить этот фарм будет крайне трудно. И вот сейчас выход. Очень неплохой выход от Кэнсла и компании. Находит Джеракс, а Джеракс сейчас сразу вырубит. Он пытается уйти, но, кажется, погибнет. 4 секунды стан. Неплохо срубает Рубика, а Джеракс все еще жив. Правда, Резолюшн получает ультимейт, но Вайпер также получает ультимейт от Флая. Нет, выход получился ужасный. Позиция была неплохая с точки зрения удивления соперника. Но, конечно, боевой потенциал не кокущего этого пика на данный момент. Мы видим, как Деспрофит уничтожила. ЦК. Даже особо никто урона не нанес. И отлично разыграли все суппорты. Да еще и Джеракс ухотел. Сейчас урон носить некому. С одной стороны имеется Нага. У нее сейчас будут иллюзии. Она будет очень много фармить. Но, с другой стороны, в замесе она дает рептайт и все. А там бегает Тинни. Тинни закидывает отличный стан. Тинни при этом еще умеет выкидывать противника. И сам по себе Тинни сейчас намного опаснее, чем, допустим, та же Нага. Ой, какая ошибка. Какая ошибка от Наги. С кулдауном на телепорт прожимает. Ну, это должно быть 3-0. Делаешь такие ошибки. Вообще удивительно. Ведь если каким-то образом OG, один из турниров, наравне с Сикретами и Ликвидами, позовет напрямую, что у нас останется в квалификациях? То есть останется вот эта команда с покемоном на аватарке и еще какие-то ребята, которые даже не дошли до финала и играть будут еще хуже. Ну, просто в одну калитку. Ты знаешь, мне кажется, да. То есть, с другой стороны, я что-то начинаю так думать, а если бы не было OG, наверное, квалификации суммарно бы длились в два раза дольше. Да. Только потому что OG сносят там стабильно за 30 минут. Там в некоторых играх за 20 минут, за 25. А некоторые команды бы бегали, фидели, бегали бы, фидели. Там контрили бы фантом лансеров с Кэра, с магами и играли бы по 60 минут стабильно. Ну, вот у нас бывают моменты, когда стоит провалиться там немного с Сикретом, Ликвидом, их куда-то на турнир не зовут, и Евроквалификации получаются реально огонь. Но объективно, если Гранды выступают на уровне и попадают на турниры, то Европейская квалификация превращается в один из слабейших регионов по своему уровню. Ну, вообще да, потому что мы наблюдаем за тем, что творит Кингдера, и, честно говоря, пока я их не понимаю. То есть, с одной стороны, имеется Мидас у Найкса. Ну, окей, у тебя Мидас, иди и фарми, не делись 5 на 5. С другой стороны, имеется Нага Сирена. Она только-только собрала Радионс, и, соответственно, драться 5 на 5 нежелательно. То есть, ей нужно еще пофармить, ну, как минимум, там, полтора слота. А у УДжи коры мощные. У УДжи коры имеют раскаст. У УДжи коры сами по себе очень опасные, довольно-таки прочные. И драться с корами УДжи вообще нежелательно. Если вот такая ситуация у Кингдера. Ну, здесь уже, честно говоря, настолько они сильно провалились, что я с трудом вижу, как можно засплитить. Нужно как-то идеально отыгрывать, вообще нигде не подставляться. При этом, чтобы соперник еще очень медленно действовал. Нужно развлекать четвером, пока Нага Сирена фармит. Вот как-то так желательно делать. Да, и я в этот момент просто еще думаю, что вот, опять же, на эпицентре у нас 12 команд. Из них в Китае вроде как только Ньюби приглашены. То есть, что будет в Китае? В Китае у нас будет Вичи Гейминг. Вичи Гейминг Джереми Тандер, который сейчас, ну, чуть ли не лучшей командой Китая на данный момент являются по своей игровой форме. Они там просто божественные игры показывают. LGD, которые также хороши. LGD Forever Young, набирающие форму. Там просто вот китайские квалы будут не хуже самого турнира, по-моему, по уровню. Ну, вот европейские, конечно. Но это просто расстраивает. Хочется посмотреть на что-то интересное. А мы видим, мы видим 9000 преимущества, 14.7 и сильнейшую заявку на 3.0. И OG в этот раз решили не фаниться, не рофлить. Они просто, просто решили заполучить. По быстреньку мой, у них там еще ESL на носу. Ну, то есть зачем тянуть? Да. Так. Нага Сирена. Попытка запушить. Заплитпушить, вернее. Но, как мы видим, иллюзии находятся около базы. За иллюзии дают по 20-ке, что очень неплохо. И дальше только больше будут давать. Ну, и время финального пуша на 22-й минуте настало. Поехали. Резоль просто идет вперед. Как босс оглядывается на свои территории. Пошел Фантазм. Ну, что, кого первого? Слип. Диспрофит съедает вышку. Ти не ворвался. Кидает Сайз Бласт. Вау. Сайланс. Отличный. Как же играет Джеракс. Сайз Бласт улетает из карты. Даже дебаф не попадает. В итоге сгрызают Апарэйшена. Лайфстилера зажимают около бараков. Он играет армлетом как бог. Но этого недостаточно. Минус бараки. Ну, Джеракс просто поставил жирнющую точку. Он просто не дал Апарэйшен кинуть Айз Бласт. Просто Джеракс и Эрспирит занял отличную позицию. Подождал момента, когда Апарэйшен будет закидывать Бласт. И в решающий момент ворвался и успел закидывать Сайланс. Я уже не говорю о том, что Джеракс сделал вначале. Вначале он просто пошел и выиграл две линии. Там выиграл центр и сложную. Показывает, насколько важна четверка в нынешней мете. И насколько опасен Эрспирит. Да, и насколько... Которого по-прежнему нерфят. Да, его нерфят. Более того... А Джеракс дальше... Все дальше бегает, разваливает. Он не появляется, может, где-то вот даже на таком, скажем так, топ-уровне квалификаций. Но самые сильные команды продолжают его брать и продолжают им выигрывать. Я говорю сейчас о Liquid. Я говорю сейчас о китайских командах, в том числе LFY. Я говорю сейчас о Buji. Как мы видим, герой все еще хорош. Главное уметь его использовать. В нужные руки отдать. Ну, ждем захода на вторую сторону, видимо. Преимущество 14 тысяч. Мидасовый лайфстиллер. Или Рошан. Или Рошан. Ну, Рошан еще просто, ты видишь, по таймеру там. По-моему, даже Aegis не выпал. Угу. То есть, как бы на Рошана можно было бы... Можно было бы заранее как-то, не знаю, использовать Aegis, чтобы следующий быстрее появился. Я думаю, использовали бы такую возможность OG. Но, в принципе, им даже не критично, потому что им нафидить очень непросто будет, если они хорошую позиционку займут. ЦК непробиваемый. Бивать его нечем. Death Profit. Может стоять далеко, просто ультимейтом работать. И сон не поможет. Со сном нужно встречать Death Profit до драки. Так, чтобы она нажала на ультимейт, так, чтобы Нага прожала сон и все дружно убежали. Но если Death Profit заходит на базу уже с экзорцизмом, то сон не помогает. Он только дает ломать беспрепятственно вышки. Да. Тараска скоро у Хаоснайта? Да, очень скоро, Тарасочка. Ну вот еще плюс 24 золота. Иллюзиями много она отдавала уже. Мне кажется, порядка, может быть, даже тысячи, если их постоянно фармили. Ну, отдаст рано или поздно, если эта игра, конечно, будет так долго продолжаться. Вот почему Нага является сейчас, помимо всего прочего, не таким сильным кором. Конечно, если бы как раньше, иллюзии били бы очень больно, и в том числе этого Ра, и за иллюзии платили ноль, то можно было бы их просто отправлять бесконечно. Но сейчас... Песенка Наги спета. Да, да. Нет, ну как саппорт, пожалуйста, там, сон нажал, мисс, подводит. И вот еще дополнительно. Немного, да, немного, но какое количество этих иллюзий постоянно? Ну, готовится. А, шрайны пока что. Сначала верхний шрайн, потом нижний шрайн. Или что, или будет выход. И вот она, инфест-бомба пошла. Вот она пошла, инфест-бомба с Рубиком. Такая, знаешь... Это то, что мы отмечали на драфте. То есть, с одной стороны, герои хорошие, да, а с другой стороны, инфест-бомбы нет, и комбинации под сон тоже нет. Единственное, что можно сделать, это закинуть опореченным ультимейт. Ну и то не получается. Да, и то не получается. Мне эта инфест-бомба напоминает гранату, которую просто неопытный боец теребит в руках. И сейчас чека будет выдернута, и граната взорвется. Ну, оболочка слишком немобильная, скажем так, и уж точно слишком хлипкая. Лайфстиллер успеет, естественно, вылезти из Рубика, но Рубик там просто упадет от сопутствующего урона в виде ультимейта Эр Спирита, в виде ультимейта того же, той же Дес Профит. Там волна какая-то залетит, камень, и все. Рубик минус. Тарасочка. Ну, с Тарасочкой заходим. Поехали. Чарли пытается драться. Сейчас его глимсанут обратно, если увидят. А, вот так вот. Operation. Ну, его глимсуют обратно. Да, это читалось на сон. Даже выживает Лайфстиллер, Дес Профит. Просто, просто на утел один гонит четверых героев, нажав БКБ. Его пытаются забрать, но срабатывает айондиск, который он купил. Прикольная, кстати, штука. Когда ты доминируешь с нацка, можно себе и такое позволить. В итоге ломают верхнюю линию. Бегут иллюзии ЦК на нижнюю. Да, иллюзии ЦК, конечно, в разы сильнее. Пытаются рифтануть. Резолюшн очень прочный. Лидита из Бласт. Не попадает в ЦК из Бласт. Увы и ах. Сейчас будет работать Тараска. Ну, и даже она не нужна. Резолюшн оформляет мега килл. Ультима этот Эр Спирита вроде как неплохой. Работает. Ну, здесь разбираются с героями. Уже минус 3 сделали. Даже ЦК убили. Может быть, еще и подцепят Биг Дэдди. Да, цепляют Биг Дэдди, Глиммер. Но этого не хватает. И остается только один Дисраптор. И этого тоже говорят. Ну, у Рубика нет маны. У Рубики ничего нет. Дисраптор уйдет. Хорошая драка. Такой шажок для того, чтобы забрать третью. Зайти на Рошана, как вариант. И потом закончить, нападая на третью сторону. Такой, знаешь, необычный билд у Вайпера. Ну, я бы сказал, что это уже обычный, если бы ты смотрел все игры. А, это обычный билд, да? Ну да, он так, Вайпер с Кайей там, и что он там еще делает. Всякие пики. Это норма. И он выиграл? Хоть раз. Ну, видишь, он играет в финале, как бы. А, вот Вейл и... Глиммер, Вейл и Кайей. Знаешь, я просто хочу сказать, что вот конкретно в этой игре, чтобы он не собрал, он бы выглядел печально, поэтому по ней ориентироваться. В общем, выигрывает, выигрывает. Ну, он в финале. Он в финале, он финалист. То есть, говоря о том, что этот Вайпер не очень, мы унижаем всех тех, кому... Кто проиграл. Флай, заходит в Глиммер, инфест-бомба. Ну же, прыжок. Пошел ультимейт. Ультимейт неплохо поставлен сейчас от Дизраптора. Забираю Дизраптора. Вайпер тоже падает, хотя он жил как герой. БКБ, ШЧК, Деспрофит. И бежать, 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 бежать. Размен очень неудачный, но Дизраптора нет. Убегать, убегать, убегать и спит пушить. Развели Деспрофит на Ультимейт. Сможет забрать с помощью этого ультимейта Рошана, что не так плохо. Но хотя бы... Но это лучше, чем умереть всей командой. Да, и потерять третью линию на данном этапе игры. Что хотят? Слипа нет, Рошана не своровать. Пытаются ворваться. Но тут что-то как-то не по шансам. Не по зубам. Все, 4 секунды. И еще Рубик подошел. Рубик подошел, да. Нет, они все-таки решили умереть. Да. Ну, я даже не знаю, что сказать. Владимир, заметьте, я не говорил, что вайпер не очень. Я лишь спросил, выигрывал ли он. Да, я понимаю. Мне кажется, то есть вот, вот как ты говорил, что что бы он не собрал, он бы в любом случае проиграл. Я могу сказать то же самое, наверное, и про его победы. Что бы он не собирал в тех играх, он бы с большой вероятностью выигрывал. Есть такое мнение, потому что там против него были очень интересные сборки. Очень такие, конечно, игры. Еще круче, чем его. Да. Ну, такая вот сборочка от канцела. В общем, ему нравится эта кайя. Врыв бейтера. Врыв бейтера. Да, тут только Глиммер его подсейвил, хотя ненадолго. Сочная критуля на три пятерки. Флай в Глиммере. Флай живет. Бараки падают. Три грэп ворует Рубик. Не самый полезный спелл для Рубика. Стан в нагу Сирену. Резолюшн может погибнуть, но даже резолюшн с 5% хп оказывается сильнее, чем вражеская нага. Выбивают из него Аегу, но а что дальше? Чем дефить? ГВП. Поздравляем. Красавцы. Молодцы. OG. Они смогли показать, кто в европейских квалификациях. Красавчик. Да. Для них теперь остается только, скажем так, подтянуться до уровня ликвидов и Сирену. Ну, нам европейские квалификации показали, что в целом в Европе на Тир-1 уровне играют только три коллектива. Это Сикреты, Ликвид и OG. Да. Все остальное там Тир-2 или может быть даже Тир-3. Ну, миксы, кингвины, которые, к сожалению, не показывают сейчас такой доты. Да и вообще, наверное, они показывали ее только лишь потому, что OG вначале смотрелись как-то так себе. Сейчас только остается действительно один вопрос. Смогут ли OG побороться со всеми остальными? Дошли ли они до того уровня? Или же в Европе настолько низкий уровень, что OG все еще тоже не очень, а в Европе никто им конкуренцию составить не может. Ну, конечно, это печально. Печально, потому что у нас очень много квалификаций на...